Всем привет! С вами снова Ольга Чернова. И сейчас, раз я рассказывала, как уберечь нежные сеянцы и поддержать их, сейчас сразу поговорим на сопутствующую тему, потому что она тоже уже подходит с рук. Когда начинать пикировать рассаду томатов? Очень многие задают этот вопрос, те, кто только начал. Я сейчас расскажу, как делаю я, как рекомендуется делать. Эту тему немножко мы осветим. Вот как только появляются всходы, у всех начинающих огородников сразу возникает вопрос, когда начинать пикировать, потому что сведений очень много, они все разные. Некоторые боятся начать рано, некоторые боятся опоздать. Но сразу скажу, что никаких точных возрастных ограничений для пикировки томатов нет. Например, вы нигде не прочитаете, там, в срок 20 дней нужно начать пикировать томаты, или в срок 35 дней. Традиционно мы начинаем пересаживать рассаду не по возрасту, а по внешним признакам. Обычно специалисты рекомендуют начинать пикировку в фазе 2-3 настоящих листиков. Это считается самым подходящим периодом для пикировки. Ну вот смотрите, я сейчас вам покажу, передвину. Ну вот у меня вот у некоторых томатов, например, вот, видите, уже настоящие листики лезут, показываются. Но я пикировать ее пока не буду, потому что еще очень рано, и если есть возможность подержать в лотке, если им не тесно, то можно отодвинуть этот срок. Ну вообще считается, 2-3 листа появилось, пикируйте. Но запретов для пикировки более взрослой рассады тоже нет. Если у вас нет времени, сеянцем в лотке не очень тесно. Распикировать можно и в фазе 3-4 настоящих листьев. В экстренных случаях можно приступить к пикировке и раньше, раньше этого времени, в фазе 2-7 долей. 2-7 доли, я сейчас покажу вам. Это значит, что вот у нас, видите, томат, еще нет у него. Ну или даже вот. Нет еще никаких листьев, вот они, 2-7 доли. Настоящий только-только показался. Вот в этот период тоже можно его распикировать. Я сказала, что в экстренных случаях. Какие экстренные случаи могут быть? Вот что это за случай? Например, если вы посеяли и посевы стояли в темном месте, ну до всходов, а вы упустили момент всходов, вовремя не выставили лоток на свет, бывает такое. Ну или в принципе вообще было света недостаточно. И рассада после всходов безнадежно вытянулась. Она иногда вытягивается, гнется в то место, ложится, куда свет. Вот если она вытянулась, например, есть угроза заваливания, полегания сеянцев, то ее необходимо распикировать с максимальным углублением вот этих тонких длинных посевов в любой фазе. Пусть у нее всего два листика, если вам нужно спасти рассаду, вы всю эту длинноту, вот если она сильно-сильно вытянулась, вот так заглубляете, пикируете, заглубляете все. Этим вы ее спасете. Если вы упустите срок вот этой пикировки, подождете, будете ждать, когда два-три листа, оно у вас уляжется, искривится вся, и она скорее всего испортится. Неважно, если даже нет настоящих листьев, ранняя пикировка может спасти вот такие вытянувшиеся, искривленные, ну всякие бывают ситуации. Бывают более экстремальные случаи. Часто кошки или дети роняют лотки с рассадой, с окон там, с полок. У меня два года назад вообще упал целый стеллаж с лотками, где были всходы, ну вот такие, в фазе семидолей, вот не больше. Они упали, но так как они маленькие, они не сломались и просто вот вперемешку с землей лежали. Я быстро все распикировала, и они благополучно также начали расти дальше. Я получила с них хороший урожай. Если бы я не стала этого делать и выкинула, то мне пришлось бы сеять, и тогда бы на месяц позже уже у меня были бы все всходы. Вот по этой теме, когда нужно начинать пикировать, я хочу подвести итог, что сеянцы томатов можно пикировать в любой фазе. Семидоли, один-два настоящих листа, два-три настоящих листа, даже три-четыре настоящих листа. Томаты хорошо переживают пересадку, и есть даже такой прием, многократная пикировка рассады. Делается это для чего? Для сдерживания роста. Для того, чтобы рассада, вот эта вот такая, посеянная в ранние сроки, взрослела, но не вытягивалась и сильно не увеличивалась в размере. Вы понимаете, что сейчас вот февраль, она уже такая. Ей еще февраль-март сидеть в лотках. Ясно, что она начнет расти. Если я ее, я всегда два раза пересаживаю. Сначала я распикирую в такие же лотки, но пореже, потом уже распикирую по стаканам. И так получается взрослая, но компактная, крепкая и не вытянувшаяся рассада. Так что не бойтесь, пикируйте свои посевы томатов тогда, когда захотите, когда вам удобно, когда вы сами посчитаете нужным. Можно выбирать любые сроки. Я уже сказала, что оптимальным является 2-3 настоящих листа. Некоторые с одним настоящим листом уже рассаживают, некоторые с четырьмя. Вот у меня для получения раннего урожая посеяны низкорослые сорта. Вот эти вот. Поэтому я могу их не пикировать более месяца. Вот видите, у них уже появился один настоящий листик. Вот он листик. Вот они, зачатки настоящего листа. Через неделю у них уже будет полноценный один настоящий лист и вылезет другой. По идее, вот как по рекомендациям специалистов, мне бы уже нужно было их пикировать. Но они такие маленькие, коренастенькие. Это вот сортовые характеристики. Именно тех томатов, которые я выбираю для раннего посева. Рассада не вытягивается и остается долгое время коренастой. Зачем мне ее раньше времени рассаживать? Можно ждать 3, 4 и 5 листов. С сеянцами ничего не случится. Но можно распикировать и сейчас. Вот как я решу, так и будет. Если мне будет время свободное, я распикирую с двумя листиками. Если не будет, то я буду ждать. Сейчас вам покажу, чтобы вы посмотрели, что она. Вот видите, у нее уже лист один настоящий, но у нее длины почти нет. Они такие маленькие, коренастенькие. Они могут и полтора месяца сидеть в лотке. Если им не будет тесно, я не буду их рано рассаживать. Все. Вот это вот тема, когда начинать пикировать томаты. Смотрите, по внешнему виду, по состоянию томатов, по загущенности посадок. Все, все, все факторы учитывайте и определяйте срок сами. Томаты пересадки не боятся. До свидания. С вами была Ольга Чернова. К каждому видео у меня есть печатный вариант. Если у кого видео недоступно или плохой звук или не тянет, заходите в группу Огородная Азбука Ольги Черновой. Все печатные варианты сейчас весенних вот этих видео, почти все, есть у меня в группе. Все. Всем хороших всходов и богатых уроков.